Информационные технологии играют всю большую роль в жизни современного человека. Интернет, смартфоны, банковские карты призваны облегчить жизнь граждан. В то же время и мошенники не дремлют. Постоянно обновляют способы обогащения за чужой счет. Жертвами дистанционных преступлений может стать любой. В особой группе риска пожилые люди. Александра Литкова продолжит. Одна из самых распространенных схем мошенничества с банковскими картами выглядит так. Вам звонят из банка, представляются сотрудникам службы безопасности и сообщают, что с вашего счета произведен несанкционированный денежный перевод. На эту уловку и попалась жительница Наринмара Оксана. 15 января мне позвонил мужчина с неизвестного номера. Представился сотрудником службы безопасности банка. Он сказал мне, что прямо сейчас с моей карты списывают денежные средства. И назвал имя человека, который это делает. И потом он мне сказал назвать данные моей карты, чтобы прекратить это списание. Потом мне пришло сообщение с номер 900 о списании 10 тысяч рублей с моей карты. Этот мужчина сказал не обращать внимания и сказал, что банк вернет мне деньги. И уже спустя некоторое время я поняла, что меня обманули. Разумеется, сотрудники банка никогда не звонят клиентам и не спрашивают данные карты. Сотрудники банка никогда не звонят клиентам банка, не спрашивают у них персональные данные, номера карточек, пин-коды, либо паспортные данные, в том числе и сотрудники безопасности. Или, например, сообщение о том, что ваша банковская карта заблокирована, и нужно бесплатно позвонить на определенный номер для получения подробной информации. Это тоже обман. И таким образом мошенники вынуждают вас сообщить данные вашей карты. Ни в коем случае не нужно отвечать на эти сообщения. Необходимо позвонить в колл-центр, который указан на оборотной карте карточки Сбербанка, либо на устройство самообслуживания на банкоматах. Эти горячие телефоны есть. Клиенту необходимо туда позвонить, уточнить действительно ли заблокированная карта. Либо обратиться в ближайшее отделение Сбербанка для получения информации о состоянии счетов и блокировки карт. Ни в коем случае не перезванивать. В последнее время участился еще один способ незаконного обогащения за счет доверчивых людей. Большинство граждан от мала до велика зарегистрированы в социальной сети ВКонтакте. И взломы страниц пользователей мошенниками происходят регулярно. Знакомая мне сообщила, что Сбербанк дарит деньги в честь юбилея. Я поверила, сообщила данные карты, коды, которые мне пришли в сообщениях. Но потом с моей карты стали списывать денежные средства. Я позвонила знакомой, узнала, что она мне ничего не писала и что ее страницу взломали. Как показывает практика, люди готовы легко расставаться со своими деньгами. Не позвонив своим знакомым, которые якобы просят деньги. С начала года интернет-мошенники обманным путем успели дистанционно ограбить нескольких жителей Наринмара. В 2019 году на территории Ненецкого автономного округа зарегистрировано 127 преступлений, совершаемые с использованием информационно-телекоммуникационных систем. По сравнению с 2018 годом произошел рост на 42,7%. Основная масса данных преступлений – это кражи и мошенничества, совершаемые дистанционным способом. Так, в 2020 году уже участились случаи совершения мошеннических действий и краж в социальных сетях ВКонтакте путем взлома страниц, а также с помощью звонков якобы представителями службы безопасности банков. По данным фактам, полицейскими проводятся все оперативно-розыскные мероприятия. Однако раскрываемость дистанционных преступлений низкая. В первую очередь, сложность расследования таких дел заключается в том, что преступник может находиться в любой точке планеты и действовать оттуда. За прошедший год стражи порядка не задержали ни одного дистанционного мошенника на территории округа. Полицейские напоминают – будьте бдительны и не повторяйте ошибок наших героев.